Я вот даже и уже не один раз говорил, если бы я не был верующим человеком, я бы залез на девятый этаж, спрыгнул бы, ничего бы не надо, я греха боюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Просто сказал, что принимать меня не будет. Сказал, что у него много записанных. Я ему предъявил удостоверение почетного ветерана, ветерана войны, он даже смотреть не стал. Я пришел к урологу, с талоном уже записанным, мне уролог Ложкин сказал, что я тебя принимать не буду, мне тебя записали лишним, и мне за тебя не заплатят. И он меня не принял, я вынужден был обратиться в регистратуру, и меня записали на прием через 10 дней. Я врач состою на учете в онкодиспансере, мне нужно обязательно два раза в год проходить УЗИ. Ну, я пришел, стал попросить, чтобы мне дали направление на УЗИ пройти. Пошел в завполиклинику, вот кузов там был такой. Он говорит, мы не будем тебя смотреть по месту жительства. Ну, я ему вытащил, показал удостоверение ветерана войны и почетного ветерана здравоохранения. Он схватил эти корочки, бросил мне это самое, и сказал, забери свои корочки и выйди, закрой двери. Я вот когда жил в Пузиметьево, был приписан в железнодорожной поликлинике. Там мне медикаменты не давали. Я приду к хирургу, у нас денег нет, мы не можем тебе дать. И я пошел к завполиклинику, и завполиклиника взяла с собой свидетеля, еще одного медработника, привела к хирургу, которая должна меня выписать. Вытащила тысячерублевку из кармана, с этой тысячерублевкой. Передо мной плясала, трясла, на вот, на вот, это купи. У меня гипертоническая болезнь третьей степени, четвертая группа риска, и меня в любое время может инсульт ударить. Она вот так надо мной озорничала, как... Ой, господи. В апусте месяце я купил на 13 с половиной тысяч медикаментов. Стельки, коленостопники, наколенники, корсет и подушка под голову ввиду компрессионной травмы позвоночника и спинного мозга. Я когда пришел вот на Гафури, мне там врач сказала, дедушка, не мучайся, не ходи, купи за свои деньги и на этом успокойся. Слово врача ведь это первое лекарство. А у нас вместо того, чтобы ласково обратиться и внимательно с больным, у нас обращается как со скотиной и до... Скотина вот на ферме, если с коровок плохо обращается, она молока не дает. А врачи у нас так могут относиться. А врачи у нас так могут относиться вот. А врачи у нас так могут относиться вот.